Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим сейчас разговор о книге пророка Осии и обратимся к девятой главе этой книги. В девятой главе продолжается та же проповедь, которая была начата несколькими главами раньше. По-видимому, записывалась она в качестве такого достаточно пространного текста и совершенно случайным образом разделение на главы фрагментировало эту проповедь пророка на отдельные части, которые не так сильно отличаются друг от друга. Еще, конечно, когда читаешь вот эти главы, девятую в частности, невозможно не обращать внимания на особенности того, как была устроена поэзия во времена библейских авторов, вообще и в VIII веке Трождества Христова, когда трудился пророк Осия в частности, потому что все-таки одним из основных признаков и приемов поэтических того времени было повторение примерно одного и того же выражения, примерно одной и той же мысли с несколькими достаточно незначительными нюансами. И, по-видимому, такая своеобразная игра этих нюансов была важна для читателей и слушателей. Ну и, кроме того, не будем забывать, что по большей части подобного рода тексты воспринимались все-таки на слух. Вот. Современный читатель с относительно большой легкостью считывает этот повторяющийся смысл, поэтому тексты часто кажутся нам совершенно избыточными. В конце концов, мысль, которую мы, пожалуй, в своем современном языке передали бы одной-двумя фразами, ну вот повторяется и повторяется с нюансами, которые, строго говоря, не являются значительными. Только помня это, необходимо, конечно, вот знакомиться с текстами пророков, в том числе и с девятой главой пророка Осии. Но, тем не менее, несмотря на вот эту избыточность, несмотря на повторы, без которых такого рода текст явно совершенно просто не мог обходиться, тем не менее, есть некоторые важные содержательные вещи, на которые в этой главе стоит обратить внимание. Пожалуй, ну, по порядку, если смотреть, первое в логике проповеди пророка Осии вот что. Он говорит о том, что народ Божиим, Израиль, как и другие народы, предает Бога, и, как обычно, пророк называет это блудодейством, потому что всегда прелюбодеяние блудодейство является для него символом, если хотите, синонимом измены Богу. Вот ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего, и пророк говорит о том, что все то, что могла бы произрастить земля, все то, что пытаются израильтяне пожать и принести в жертву Богу, все это тлен и в жертву никоим образом не годится. Он говорит о том, что народ, который погрязает в язычестве, в принесении жертвоприношений всяким своим языческим башкам там и прочим домовым, лешим, кому еще язычники чего приносят. Короче говоря, вот в этом гулькании разнообразных языческих глупостей выращенный хлеб, он скверен сам по себе, и в дом Бога он не войдет. Хлеб их для души, их говорит пророк, ну, вы будете его есть, но все, которые будут есть его, осквернятся, а в дом Господа он не войдет. Но при этом, конечно, израильтяне пытаются принести в дар Богу вот что какие-то поделки из своего сельского хозяйства, и пророк говорит о том, что Бог отвергает эти жертвоприношения. И это мысль, чрезвычайно важная вообще для всего столетия, в котором живет и трудится пророк Осия. Еще, конечно, обращает на себя внимание то, что в середине главы он говорит о днях посещения, и это термин, который впоследствии используют многие пророки и в конце концов используют Господь Иисус, когда говорит Иерусалиму о дне посещения. Ты не узнал дня посещения своего. Вот этот день посещения – образ, который потом работает на протяжении столетий. И вот Осия говорит об этом вот как. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния, да узнает Израиль, что глуп прорицатель. Пророк говорит о том, что все те, кто пытаются что-то там прогнозировать, прогнозировать, прорицатели вдохновенные имеются в виду, те, которые в измененных состояниях сознания, а-ля шаманский транс, вот бубнят что-то про будущее, всякие такие вот рассказчики о возможном будущем. Пророк говорит о том, что это все окажется враньем, в этом не может быть правды Божьей, потому что все это происходит в народе беззаконном. Все это происходит в народе беззаконном. По причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ну, мы привыкли думать, что эффективность прорицателя зависит от его собственного таланта и от того, какие подношения удалось этому самому прорицателю всучить. А пророк смотрит на это совершенно по-другому. Он говорит, что все, что говорит прорицатель, будет глупостью, потому что тот, кто спрашивает его, развратился, пал в беззакониях. Господь еще раз повторяет, в общем, все то же самое, но интересно и полезно обратить внимание на формулировку. Он говорит о пустыне, явно имея в виду исход из египетского рабства. И вот, смотрите, как виноград я нашел в пустыне, как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице я увидел отцов ваших. Бог говорит таким образом, что для него Израиль драгоценный плод, первый причем драгоценный плод, который начаток урожая, который ему стоит радоваться, который действительно востребован создателем от человечества. Это достаточно важный такой способ видеть реальность. А дальше Господь говорит, смотрите, удивительную вещь через пророка. Они пошли к Валфигору, предались по стыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. Речь идет о том, что израильтяне поклоняются богам всяким хананейским, малосимпатичным. Культы этих богов, как правило, были либо невероятно жестокими, либо невероятно неприличными, либо и то, и другое одновременно. Особо ничего прям такого возвышенного в этих культах не было. Ну вот, ладно, хорошо. Но бог говорит, они стали мерзкими, как те, которым поклоняются. Вот это подобие переходит на израильтян. И вообще говоря, здесь вольно или невольно, пророк формулирует в каком-то смысле закон религиозной жизни человечества. Потому что, да, потому что вот так мы становимся мерзкими, как те, кому мы поклоняемся. Если мы поклоняемся каким-нибудь тупым бревнам, или каким-нибудь мерзким тварям, или каким-нибудь лживым образом мстительного и мелочного судьи, которым мы часто Бога представляем, мы становимся сами такими же мерзкими. Вывод из этого на самом деле делает апостол Павел, говоря, подражайте мне, как я Христу. Если ты хочешь не быть мерзким, то в соответствии с... Вот логика этого 10 стиха 9 главы Осия. Ну, значит, надо возлюбить Христа. Значит, надо Ему поклоняться. И других вариантов нет. Ну, просто нет других вариантов. И все. И это тоже, мне кажется, чрезвычайно важно услышать. Дальше в заключительной части главы Пророк говорит о том, что все то, что народ Божий думает иметь, в первую очередь дети, потомство, сила, которая с этим связана, все это тоже развеется как дыма. Хотя бы они и воспитали детей своих. Отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Бог говорит о том, что в его отсутствии, когда Бог удаляется от людей, все остальное теряет всякий смысл и теряет всякую прочность. И самое, может быть, драгоценное, самое дорогое, вот эти вот дети, они тоже погибнут, как и все, чему поклоняется народ Божий. И Господь говорит, вот изгоню их из дома моего, изгоню их из дома моего, не буду больше любить их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его. Здесь две важные вещи. Во-первых, сама по себе формулировка, отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его. В сущности, дискурсивной форме передает содержание всей главы целиком. Но кроме этого, смотрите, вот Господь говорит, не буду больше любить их, потому что все князья их отступники. Там я возненавидел их за злые дела их. Речь идет о том, что Бог любит народ свой. И для него эти люди важны, они нужны для Бога. И то, что он прогневался на этот народ, это результат их собственных поступков. Вот я наведу на них пагубый плод помыслов их, как скажет другой пророк в другую эпоху. Понимаете, речь, в общем, идет о любви Божьей, которая была Израилю дана и разрушается именно вот этим идолопоклонством. Продолжение следует...